Добро пожаловать в нашу студенческую лигу! Каждые выходные будет появляться новый видеообзор с самыми яркими и интересными моментами игровых дней. Вести его специально для вас буду я, Лаверия Теснецова. Идея организации нашей студенческой лиги появилась уже давно. Чтобы эти выходные стали для вас по-настоящему футбольные, организаторам пришлось потрудиться на славу. Начали делать они это прямо в понедельник. Для начала, в первом выпуске я вас познакомлю с нашими организаторами, ответственными за группу А, Вадим Шевелев. Группа Б – Дмитрий Кушнир. Группа С – Артем Дрига. И группа Д – Шаптала Дмитрий. Пока, ребята, занимаюсь вопросами организации и судейства, мы с моим видеооператором Денисом Чекановым и по совместительству организатором лиги ездим по полям в поисках всего самого интересного, о чем мы вам сегодня и расскажем. Здравствуйте! Сегодня первый день нашей студенческой религии по любительскому вероуму футболу. С вами сегодня я, Валерия Кузнецова. И мы начинаем. Пойдемте на поле. Нет, на самом деле, если бы я не знала адреса и не посмотрела до этого в игру в картах, я бы его тоже не нашла. Ну, я бы нашла через пару часиков, когда бы все закончилось. Привет, ребята, вы на футбол, да? А какая у него команда? Dream Team. Dream Team. Должен искать в стадион-то? Нет. Мы его еще не нашли. Голубец не забыли. Ну, в общем, где-то здесь находится наше поле, на котором мы были сегодня. Показатель мой на восходе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на проспект Солы 40, наше второе футбол. Надеюсь, мы здесь найдем все команды. Кто-то уже отыграл свои матчи, переодевается, собирается домой идти. Можем пойти с ними поговорить. Между матчами игроки такие серьезные и сосредоточенные. Они с радостью делятся эмоциями и рассказывают о себе. Внимание, интервью! Для начала мы попросили ребят представиться и рассказать о команде. Меня зовут Трушка Максим, я представляю капитан команды Бонча Венальд. Меня зовут Петчер Михаил, представляю команду НБЛЭК, университет Венальд. Артем Прохоров, вратарь команды Альянс. Меня зовут Арослава Федгиз, я представляю команду Сельвин из Горного университета. Меня зовут Ярослав, представляю вуз, как он, СПБГУ, Финек, в общем. Команда, иди сюда. Здравствуйте, меня зовут Никонов Дмитрий, я капитан команды КРУС, капитан команды Крыповник, Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Тогда он еще так назывался, Финек, теперь объединенный экономически. Дмитрий Олег, Олег Дмитрий Игоревич. Позицию, университет, который представляете, факультет может быть? Университет ГАСУ, набрал команду, почти всю из ГАСУ. Парочка легионеров, один ездить будет даже из Соснового Бора. Вуз Финек, СПБГУЭ, команда The Beatles, меня зовут Михаил Ремега. Я Козлов Андрей, представляю команду ФУК Лесгов из университета НГУ имени Петра Францевича Лесгов. Андрей Ильи, Алексей Лапшин. Грибанал Юнайтед. Грибанал Юнайтед, а Финек какой? Отлично. Как собралась команда? Давно ли играете вместе? Играем с пятницы. Собралась спонтанно, Андрей предложил, поговорили. Я просто предложил поиграть, и быстро собрали команду. Как давно команда играет вместе? Я знаю, вы в Лиге Финека. Ну, по сути дела, первый год, на самом деле, потому что в прошлом году мы играли в Лиге Финека за команду «Подавись». Ну, оттуда я взял там костяк. Взял еще молодых ребят. К сожалению, они не приезжают на игры, поэтому у нас возникают проблемы со стартом. А как пришло к голову решение принять участие в этом турнире? Ну, решили себя попробовать в какой-нибудь Лиге, в студенческой Лиге. Это как раз показатель первый такой. Команда состоит, на самом деле, из двух частей, из двух команд, которые в прошлом году играли по отдельности. Ну, играли довольно долго вместе. Теперь в этом году решили объединиться. Решили, что это усилие команды. В принципе, считаю, пока усиление это нам на пользу. Команда сегодня проиграла 7-0. Чет довольно крупный. Почему? Дело в том, что состав у нас не сыгранный. Команда, мы только собрали команду, и ребята только нарабатываются. Мы придумываем первую тактику. Начинается какое-то тактическое мышление. Вот, мы сыграемся. Мы, думаю, скоро начнем показывать уверенный и более достойный результат. Нашей команде уже два года. Первоначально наша команда называлась «Кипер». Скажи, пожалуйста, как была собрана команда? Мы уже играем довольно давно в Лиге Финнек. У нас турнир в университете проходит. Вот уже в четвертый год играем. В том году была у нас собрана сильная команда. Но, к сожалению, многие игроки разбежались. И пришлось практически заново формировать состав. Вот, собрал хороших игроков, теперь наигрываем их. Сам сегодня сыграл первую игру только за последние три месяца. У меня были порно-связки. Вот, нужно восстанавливаться и входить в игру потихоньку. Вы знаете, у нас все игроки-организаторы, так что, я думаю, выбора у нас особого не было. А то, что все игроки-организаторы не думали, что другие команды могут сказать, а вот они такие-такие, подсудят себе или еще что-то. Ну, вы сами видели, все на поле решается. Игра всех осудит. Кто сильнее, будет очевидно, по-моему. Коммуникация университета Почбровича. Сейчас пришел матч, с кем играли. Честно? Честно, я не знаю, с кем играли. С горным. С горным, шучу знаю, конечно же. Выиграли 6-0. Ну, нормально. Ждаю от сегодняшнего дня то, что команда сыграется, покажет свое настоящее лицо. А турниры, ну, играть в высшей лиге и занять там лучшие места. А что сегодня не получилось? Был скользкий газон или что-то еще? Ошибы почему-то было. Ну, начало удалось, забили. 3-1 вели. Потом непонятные ошибки сзади. С моей стороны. И вратаря, и защита. И как-то пропускали глупых мячей. Потом пошли вперед рисковать. Пропустили еще два. Очень хорошо шел у той команды прессинг. Особенно на нашей половине отнимали мяч, перехватывали спасов в защите. Из этого брака. Высокий прессинг просто. Но ты готова мы в следующий раз. Очень устали. Ноги забиты. Не бегается, не прыгается. Вот. Поэтому надеялись, что слабая будет команда. Потому что вроде как Финековская первый курс. Не знали, что кто-то есть в футболистах. Команда оказалась такая очень достойная. Вот. Поэтому, ну, ничья, достойный результат. Все равно. Хорошо. Лично, замечательно. Ваша команда может всегда там девиз какой-нибудь есть. Так, конечно, девиз есть. Самый лучший, самый первый. А, даже так? Девиз? Нет, ничего такого не понимаю. Что, название как? Нет. А надо? Ну, не знаю, чтобы было. Ну, мы поработаем. На следующих играх что-нибудь увидим. А хочется, хочется играть больше в футбол. В выходные проводить веселее. Интересно. Во время игры ребята были предельно сконцентрированы и сосредоточены. Но после 27 минут каждого тайма у них было время расслабиться, отдохнуть и пошутить вместе с нами. Давай вдвоем, иди сюда. Давай остановить. Я не фото гигиеничен. А я что, фото гигиеничен, что ли? У нас не фото, у нас видео. Ну, видео гигиеничен. Ну, все, давай начинаем. Сейчас камера, сядь. Скорпомнинг? Скорпомнинг играют мои друзья. Это Артем Дриго и Никон. Ну, он, на самом деле, это сын Гвардиолы или нет, отец Гвардиолы. Ну, я очень хорошо отношусь к команде, очень позитивные ребята. Ну, единственная у них есть, конечно, проблема, что Артем Дриго по ночам работает, и у него не хватает сил уже на футбол. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки он выспится и покажет свой уровень настоящий. Болеть, спасибо. Да, я согласен. О том, что наша лига популярна уже сейчас, свидетельствует большое количество болельщиков. Некоторые из них просто проходили мимо поля и заинтересовались, что же там происходит. Мы тут ходим, гуляем, играемся в мячик, зашли, любим смотреть футбол очень. Не болеть. В принципе, на сегодня это все. Мы успели познакомиться лишь с некоторыми участниками нашей лиги. Видео со столями смотрите на следующей неделе. С результатами двух первых игровых дней вы можете ознакомиться прямо сейчас на ваших экранах. До встречи на следующей неделе на футбольных полях любительской лиги. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok